ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, с вами Инспектор Гаджет и... ВНУТРИНИЙ ГАДЖЕТ! Гаджет, заметь, это не я. Так, помолчать, руку вернуть, обзор быстро говорить. Понял? LG KS360 Когда к нам в руки попал LG KS360, первые реакции были... Фууу! Это даже не смартфон! Детский какой-то, круглые кнопочки, веселые картиночки. Что же скрывается под неказистой внешностью? Можно заметить, что аппарат раскрывается в немного непривычную сторону. Большинство боковых слайдеров, раскладываясь, выдвигают клавиатуру слева, тогда как этот справа. Практика доказала, что так удобней. Хотя нарекания тоже есть. Скажем, клавиш не хватило для всех букв русского алфавита, и часть приходится вводить комбинациями с кнопкой Function. Экран небольшой, местами даже сенсорный. Местами, потому что с сенсорной панели можно лишь набирать номер телефона. Все функциональные клавиши расположены на клавиатуре. Интерфейсик веселенький, но не чисто в сенсорном стиле. Сказывается наличие клавиатуры. Характеристики аппарата сравнительно скромные. Он же все-таки считается недорогим девайсом. Например, разрешение камеры 2 мегапикселя. Да и собственной памяти немного. Зато, правда, есть гнездо для карточек microSD и Bluetooth. Плюс FM-радио, видео и MP3-плеер, автоповорот экрана при открытии клавиатуры и так далее. Стоит около 7 тысяч рублей. Этакий сотовый пейджер 21 века. Себе, конечно, я бы не стал такой покупать, но вот кому-нибудь в подарок вполне. Гаджет, признайся, это ведь то, что ты давно хотел на Новый год, не так ли? Да, Голод, да, я бы не отказался от этого телефона. А то, что ты у меня в подарок клянчишь сумочку со встроенным маленьким таким мониторчиком. Это вообще, как, нормально? Да это я не себе. Конечно, не себе. Подруги. Вы, кстати, его подругу увидели, а? Гаджет, ну-ка, ну-ка замолчи. Ладно, ладно. Я не буду пока, подчеркиваю, пока им рассказывать. Смотри у меня. Ладно, ладно, давай все-таки ближе к нашей теме. Ребята, ну и ты, внутренний голос. Смотрите, камин для бедных. Все, что требуется, Blu-ray плеер, плазма и, собственно, диск с камином. Что-то не очень дешево все это. Да ладно, фигня. Зато берете, вставляете другой диск у вас, пожалуйста, аквариум или там пустыня, или можете рассвет даже встретить. Так, не слушайте этого олигархов. Я предлагаю вариант значительно дешевле. Acer AF307. Цифровая фоторамка – отличный пример чисто подарочного гаджета. Она оборудована 7-дюймовым экраном, очень ярким и с натуралистичной цветопередачей, что очень важно для фотографий. Дисплей не глянцевый, так что бликовать особо не будет. Разрешение большое для такого размера матрицы – 800 на 480. Примерно как у простенького нетбука. Формат 16 на 9. Фирменная фишка – управление. В этом обращике присутствует сенсорная нижняя панель, в которой расположены сенсорные зоны. Они начинают светиться, когда владелец подносит к ним палец. Фотографии заливаются или в 128-миговую память гаджета, или загружаются с карточек SD-MMC и Compact Flash. Из интересных фишек также можно отметить хорошо продуманный набор демонстрации снимков. Помимо банального слайд-шоу, можно организовать вывод снимков по группам. Мы в Конотопе, летний запой, ночь на пляже. В нынешние непростые времена фоторамка – отличный вариант новогоднего подарка. Стоит чуть более 3,5 тысяч рублей, зато прикольно. Плюс, кстати, в этой штуке еще есть часы, календарь и будильник. В общем, отличная штуковина, чтобы с гордостью демонстрировать гостям фотосессию в стиле «Я из стол, я справа». Не-не, Гол, все-таки твоя рамка – это жалкое подобие моего камина высокого разрешения. Че ты сказал? О-о-о, а че это мы так агрессивно заговорили? Ты смотри, тебе меня бояться надо? Я вон че, почти заказал. Зацени. Че это? Кастет, что ли? Это не просто кастет, это еще и электрошокер. Ну то есть, если тебе мало будет обычной зуботычины, можешь еще и 950 тысяч вольт захлопотать. Ну типа, кинул пацана, 950 тысяч вольт, на! Спокуха, я предлагаю без рукоприкладства как-нибудь обойтись. Ладно, не боись. Че у нас там дальше? Тренднет Клиерскай Блютуз ВУАйПи Конференс Фон Кит в скобочках TVP SP4BK. Это длинное название, по сути, представляет собой беспроводной спикерфон для общения с помощью Skype и других ВУАйПи-систем. То есть, такая большая настольная трубка с цифровым подключением по беспроводному каналу. Вы просто ставите такой девайс на стол и с удобством общаетесь с собеседником. Номер набирается на клавиатуре гаджета и сразу же виден на его экранчике. Сам по себе девайс подключается к компьютеру с помощью Блютуз. В комплект входит Блютуз-адаптер, оборудованный специальной откидной антенкой для увеличения зоны покрытия и качества звука. На экранчике выводится текущий режим, статус Skype, уровень сигнала Блютуз, полосочками и заряд батареи. Качество звука неплохое, хотя, конечно, сильно зависит от скорости канала связи с интернетом. В корпусе системы есть три микрофона, так что штука хорошо справляется с ситуацией, когда в комнате говорит несколько людей. Питается от аккумулятора, заряда которого хватает примерно на 2-3 дня работы. Приемкости 650 мАч нормально. В общем, прикольная игрушка, хоть и дороговато – 4800 рублей. В работе удобно, качество звука вполне приличное, есть подавление эхо и шумов. Тем, кому приходится много трындеть по Skype, рекомендуется. А, да, чуть не забыл. Мы все еще ждем ваши старые ненужные гаджеты. Вы, конечно, хотите знать для чего, но не в моих интересах вам что-нибудь рассказывать. Поэтому просто приносите, да побольше, побольше. И скоро сами все узнаете. С вами был Инспектор Гаджет. И помните, я договорюсь, да правды. Чмоки. Да-да-да, побольше. Побольше. Больше. Побольше. Спасибо за просмотр!